В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте, а также в программе встречи с интересными людьми, реальные планы на будущее руководителей и одна из самых важных тем, насколько коммунальные службы областного центра готовы к зимним холодам и снегопадам. Смотрите в этом выпуске. В Брестской областной больнице завершился очередной этап реконструкции. На этой неделе прошло торжественное открытие нового инфекционного отделения, в котором принял участие министр здравоохранения Беларуси Василий Жарко. Что сегодня представляет собой обновленное отделение, расскажет Лариса Осмолович. Брест и китайский Сяугань ищут новые точки соприкосновения в сотрудничестве. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о встрече мэра областного центра Александра Рогащука с председателем Сяуганьского городского комитета и Минлю, о контактах, которые идут на пользу, и о возможных инвестициях в реконструкцию Кубринского путепровода. Инвестиции в чистоту. Брестское предприятие «Коммунальник» приобрело специализированную технику, предназначенную для уборки городских территорий. Мэр Бреста подчеркнул, оценивая приобретение, что технический прогресс должен присутствовать во всех сферах жизнедеятельности областного центра, в том числе и в коммунальном сегменте. Качество товаров, недобросовестная конкуренция, защита собственного рынка и предупреждение появления на прилавках Брещины некачественной продукции. О вопросах, стоящих на заседании областного координационного совета, расскажет Анастасия Остробко. Прямо сейчас об этом и не только. Очередной этап программы реконструкции Брестской областной больницы. В городе Надбугом открыто инфекционное отделение. А если быть более точным, больница, состоящая из трех корпусов, в которой предусмотрено все необходимое для проведения диагностики, лечения и, что немаловажно, комфортного пребывания больных. На строительство и материально-техническое оснащение объекта здравоохранения и средств областного бюджета было выделено более 22 миллионов рублей. Подробности в материале Лариса Осмолович. Реалии времени диктуют свои условия, потому шесть лет назад было принято решение реконструировать старый корпус инфекционного отделения Брестской областной больницы, построенный в 1973 году. Завершить строительство получилось сегодня. Средства на модернизацию были выделены из областного бюджета, а это более 22 миллионов рублей, из которых 4 миллиона 400 тысяч затрачено на закупку технологического и медицинского оборудования. 550 тысяч на строительство станции обеззараживания стоков с полным автоматическим процессом. Город также внес свою лепту, благоустроив территорию, подъездные пути, освещение, озеленение. Все эти работы выполнены на высоком уровне. Масштабный проект. Его результат, как отметил на торжественном открытии объекта министр здравоохранения Беларуси Василий Жарко, полноценная инфекционная больница, состоящая из трех корпусов лечебно-диагностического, кишечных и воздушно-капельных инфекций. Брест-Колос хорошо выглядит в масштабах страны, и она занимает по итогам прошлого года и по итогам этого года лидирующие позиции, как в демографии, так и в показателях вообще своей работы. Реконструированное инфекционное отделение рассчитано на 120 коек, что весьма важно. Лечение здесь смогут проходить и дети. Им отведено 40 мест. Палаты рассчитаны и на пребывание малышей с мамами. Мы приготовили сегодня, что детские кроватки у нас могут быть в каждой палате. Это может быть мама, во-первых. Если надо будет, мама с ребенком. Если нет, два взрослых человека. Ну, в зависимости от инфекции. Потому что, ну, какая инфекция, такие пациенты. Отдельные боксы для поступления больных, комфортабельные палаты, каждая из которых имеет санузел. Что важно, все автоматизировано и все в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Существенный плюс – приемно-диагностическое отделение специально для инфекционных больных, а также реанимационное оборудованное по последнему слову техники, чего раньше не было. Здесь все оборудовано по самому последнему слову техники. Также персонал соответствующий тоже имеет квалификации и категории. Мы будем делать все возможное. У нас есть и опыт наработки. Здесь будут лечиться пациенты различного возрастной категории, детки от года и плыдопожилых людей. Каждый случай уникальный. Еще никто не изучил человеческий организм до конца. Система не может сама себя познать. И за счет этого набирается опыт и отрабатывается техника лечения с пациентами. Чего бы хотелось еще? Как доктору, как заведующему отделению. Что нужно? На данный момент здесь есть все необходимое. Все остальное уже будет зависеть от нас. И мы это выполним. Это уже нужно будет создать единую команду и работать уже командой. Следует подчеркнуть, что в Бресте, единственном региональном центре страны, до настоящего времени не было ни областной, ни городской инфекционной больницы, что, естественно, затрудняло лечение этой категории пациентов. Сегодня больница может принять порядка 6 тысяч человек. Оперативность, доступность и качество лечения должны стать основными постулатами в работе брестских инфекционистов. Наша область, она транзитная, поэтому не исключены такие случаи. Где-то придется и граждан, которые пересекают, разместить в таких достойных условиях. И, конечно, эти граждане не будут и возмещать затраты на лечение. Ну и, прежде всего, это прекрасные условия для работы врачей, медицинских работников, ну и, конечно, те, которые сюда попадут по каким-то причинам, значит, пациенты. Будет оказана своевременная помощь и в хороших, прекрасных условиях. Брестский регион является лидером не только по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, но и по демографическим показателям. Это единственная область после города Минска, где по итогам 9 месяцев отмечается положительный естественный прирост населения в числе первых регионов и по укреплению материально-технической базы. Сюда пришли высокие технологии. Это тоже хорошо, что уже высокие технологии, то же самое эндопротезирование, кардиохирургия уже на месте. Афтермология снимает ту нагрузку, которую раньше несли республиканские наши центры. Оснащена для диагностики, все есть. Поэтому только работать и работать так, чтобы в первую очередь видеть больного. Открытие модернизированного инфекционного отделения является очередным этапом программы реконструкции Брестка областной больницы. В планах у руководства региона уже в 2017 году начать строительство пристройки приемного отделения Брестской больницы скорой помощи, проектирование строительства станции скорой помощи в юго-западном районе областного центра и ряд других объектов. На протяжении нескольких дней в Бресте проходил рабочий визит чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Республике Беларусь Ким Йенг Хо. В рамках поездки руководитель дипломатической миссии встретился с губернатором региона Анатолием Лисом и открыл в областном центре Дни корейского кино. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. У Брестской области Республики Корея есть все шансы для того, чтобы сделать сотрудничество еще более продуктивным. Один из тезисов открытого диалога в рамках встречи губернатора региона Анатолия Лиса с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Республике Беларусь Ким Йенг Хо. Брещина и Брест в частности являются серьезным транспортным узлом, связывающим Европейский и Евразийский союзы. Здесь развито и авиа, и автомобильное, и железнодорожное сообщение. К слову о последнем, не каждый регион может похвастаться наличием суперсовременного комплекса, позволяющего подвижным составам беспрепятственно переходить с широкой колеи на узкую, что существенно сокращает время нахождения поезда в пути. Использовать эти ресурсы можно было бы в разных целях, в том числе и для увеличения товарооборота, который пока еще не столь велик. Конечно, мы на сегодняшний день не удовлетворены пока что таким состоянием, так как это небольшой товарооборот. И я думаю, что сегодняшняя наша встреча, она даст возможность нам увеличить значительный товарооборот. И я дальше буду говорить другие связи, так как мы в основном из Кореи получаем продукцию, которая связана с экспортом резины. Развитие экономических взаимоотношений – первое направление для сотрудничества. Второе – туризм. В этом также видит перспективу корейская сторона диалога. При посещении региона Ким Йенг Хо особенно впечатлил историко-культурный и природный потенциал края. Для корейского дипломата этот визит в Брестскую область – первый за время работы в Беларуси. В свои полномочия он вступил в мае 2016-го. Чрезвычайного и полномочного посла приятно удивила красота белорусской природы, которую он бы хотел показать и своим соотечественникам. Вместе с туристическим потенциалом интересен и экономический. Моё первое впечатление – Брест очень живой и активный город. Здесь создана серьёзная логистическая база, которая могла бы использоваться обоюдно выгодно. Кроме того, мы можем развивать и туристическое направление. В Брестской области много исторических памятников и один очень ценный природный – Беловежская пуща. Контакты в сфере культуры – вот то направление, которое сегодня также может претендовать на звание дипломатического моста на пути установления отношений. Убедиться в этом можно было, посетив Дни корейского кино, проходившее в стенах кинотеатра «Беларусь». Искусство не знает границ. Оно многогранно и направлено на развитие духовных качеств. В этом уверены участницы ансамбля корейского традиционного танца «Ари Ранг». В Брест девушки привезли частичку восточной души. Мне кажется, корейская культура интересна тем, что она очень далеко и очень отличается от белорусской. То есть ты открываешь совершенно новый мир, начинаешь изучать. В рамках Дней корейского кино брещане смогли окунуться в мир восточной культуры и кинематографа. Открыла тематические мероприятия комедия «Педант» – романтическая лента об истории любви корейского юноши, которая во многом раскрывает быт и менталитет страны. Сейчас, в том числе и через культуру, мы закладываем фундамент нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества. Наше кино показывает жизнь обычных корейцев, которые также трудятся, также строят свою жизнь, также чувствуют и сопереживают, как и белорусы. Прикоснувшись к внутреннему миру наших людей, жители Бреста смогут найти для себя много нового интересного и, как ни странно, близкого. Хотя и живем мы друг от друга за тысячи километров. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В эфире итоги недели. Город над Бугом с официальным визитом посетила делегация из города Сеогань. Несмотря на то, что в Бресте инициативная группа всего день, программа была составлена достаточно плотная. В списке объектов для посещения учреждения, работа с которыми могла бы уже в ближайшее время дать серьезные результаты. Официальный визит делегации во главе с председателем Сеоганьского городского комитета имминлю начался со встречи с брестским мэром Александром Рогачуком. О том, какие цели и задачи сегодня стоят между городами-побратимами, а также что в общем потенциале ресурсов еще не использовано, об этом и не только подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Рабочая поездка делегаций из города Сеогань началась с официального приема. Брестско-Сеоганьская дружба длится уже не одно десятилетие. Первый договор о сотрудничестве был подписан еще в 1993 году. А потому в областном центре китайских коллег встречают как надежных партнеров и единомышленников. Мы очень рады приехать в наш дружественный город, город Брест. Надеюсь, наш визит в этот раз позволит укрепить побратимские отношения, сделает их более разноплановыми, расширив сектор наиболее активных сфер взаимодействия. Не один год побратимских связей объединяет китайский Сеогань и белорусский Брест. Причем дружба эта измеряется проектами в разных сферах. Несмотря на то, что Китайская Народная Республика во многом является флагманом для мирового рынка, сотрудничество со странами СНГ, в частности с Белоруссией, для нее также важно. Сегодня из Брестского региона в Поднебесную активно поставляются продукты пищевой промышленности. Покупают китайцы белорусское молоко, сливки, сыворотку. Лидер в этих поставках предприятие-гигант не только Брестской, но и в целом белорусской промышленности – компания «Савушкин продукт». Особым спросом пользуются также продтовары от Брестского ликероводочного завода «Белалка» и Брестского пива. Так только за период с января по сентябрь 2016-го темп роста экспорта составил порядка 170%. Как подчеркнул Александр Рогачук, во многом такие отношения подкрепили и личные точечные контакты. Наши отношения с городом-побративом носят конструктивный характер рабочих, таких партнерских встреч. И я очень рад, что вот сегодня мы сузили наши точки соприкосновения до двух очень серьезных проектов. Брещан в городе Сяогань интересуют технологии строительства. Причем касается это и непосредственно возведения жилых кварталов, и планировки дорожных путей и развязок. Китай давно зарекомендовал себя как страна перспективных передовых технологий, многие из которых активно применяются при возведении новых районов. К слову, в Бресте уже в следующем году появятся два дома, построенные при участии технической помощи Китайской Народной Республики. Их сдача запланирована на март-апрель 2017-го. Совсем скоро областной центр встретит свое тысячелетие. И сегодня представители городской вертикали власти работают над реконструкцией отдельных объектов инфраструктуры. Участие в их разработке и перепланировке китайских коллег было бы особенно актуально, уверен мэр города Александр Рогачук. На самом деле нам важна экспортная оценка китайских партнеров в отношении тех мер по организации дорожного движения, по строительству новых дорог, которые мы делаем и будем делать в нашем городе. И, конечно, очень важная точка соприкосновения – это предстоящий ремонт Кобринского путепровода, который обозначен планом подготовки к тысячелетию и к которому я очень скрупулезно отношусь с учетом тех возможных последствий для города, тех неудобств, которые будут созданы, если мы войдем в реализацию капитального ремонта. Это просто объективная необходимость. Поэтому мною поставлена задача проектировщикам нашим, поставлена задача нашим дорожным службам максимально проработать все варианты его реконструкции в кратчайшие сроки. И, конечно, опыт наших китайских партнеров, которые на самом деле много строят мостов, именно наш город Силагань, он здесь понадобится. Планов у представителей двух сторон открытого диалога немало. А это значит, что, возможно, уже совсем скоро, вслед за устными договоренностями, в Брест и Силагань приедут новые совместные проекты и инвестиции. За 20 лет мы многое сделали в сферах экономики, промышленности, образования. Надеюсь, сможем сделать и еще больше. В Китай из Бреста уже давно привозятся продукты сельского хозяйства, перерабатывающие промышленности и китайскому населению. Очень нравится эта продукция. Кроме того, в Силагане сейчас активно работает наш совместный завод. Думаю, в ближайшее время мы еще сможем посотрудничать и в строительной сфере. В идеале, конечно, было бы замечательно, если бы мы могли привлечь китайские инвестиции и на реализацию данного проекта реконструкции Кобинского путепровода. Это был бы такой точечный, хороший проект помощи города Побратима нашему городу Бресту в контексте тысячелетия. Будем эту тему дальше развивать, будем ее дальше расшивать. И, возможно, вот этот визит тоже в шаг навстречу в общем, хорошем, нужном деле. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «Буктово». Субботняя программа «Букинформ» посвящена главным событиям недели. Я, Павел Белявский, продолжаю выпуск. Технический прогресс должен присутствовать во всех сферах жизнедеятельности областного центра, в том числе и в коммунальном сегменте, подчеркнул председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук, оценивая работу, приобретенной предприятием коммунальной техники, предназначенной для уборки городских улиц. И на этом в мэрии останавливаться не будут. Ведь подобное использование городских бюджетных средств – это инвестиции в чистоту города над «Буком». Продолжение темы в материале Лариса Осмолович. Немного истории. На фестивале тружеников села Даженки-2016 город Брест был удостоен почетного диплома и денежной премии по итогам областного и республиканского осмотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. Полученные средства городские власти решили использовать точно по назначению передовых предприятий коммунальник на приобретение новой техники, современной и многофункциональной. Ее стоимость – порядка двух миллиардов нединаминированных белорусских рублей. Абсолютно логично, что технический прогресс и уже в коммунальной сфере должен применяться. И то, что мы в Бресте купили, наверное, впервые за пять лет вообще, добавили технические. Вот эти две машины и один пылесос – это событие для города. Событие, потому что позволит меньшими затратами городского бюджета продолжать делать наш город чище. Событие, потому что позволит сократить ручной труд. Довольно неблагодарный, а с учетом специфики этих машин, и довольно небезопасный, потому что наши люди работали на полосе движения, автомобильного движения. Считаю, это правильное использование городских бюджетных денег. Новая уборочная техника действительно была необходима городским коммунальным службам. Три машины значительно облегчат труд дворников и также значительно повысят качество уборки городских улиц, отопавшие листвы, пыли, остатков песко-соляной смеси. Помимо вышесказанного, приобретенная техника имеет систему орошения, позволяющую значительно уменьшить пылеобразование при уборке транспортных магистралей и улиц. Они работают по принципу моющего пылесоса, и что немаловажно, в ручном труде нужды не будет. Привыкшая к нему Светлане Клебанюк, дворнику предприятия «Коммунальник», не верится, но новшество принимает с оптимизмом. Сегодня на смену вам приходит, пришла какая техника уборочная, как оцениваете? Еще не знаем, посмотрим. Надеемся, надеемся, что будет хорошо. Предприятие «Коммунальник» сегодня – пример для остальных служб, как можно и как нужно внедрять технический прогресс в работу. Он, несомненно, идет лишь на пользу. Напомню, совсем недавно на балансе предприятия «Коммунальник» появилась новая дробильная установка, предназначенная для переработки древесных отходов щепу, которая затем трансформируется в биотопливо. Это увеличивает степень утилизации древесных отходов без нанесения ущерба окружающей среде, а также приносит пользу с точки зрения экологии. Такое безотходное производство – очередной шаг к зеленой экономике. Пока такая машина единственная в стране. Я хочу поставить в пример наших брестских коммунальников другим городским коммунальным предприятиям с точки зрения использования инноваций, с точки зрения использования новых достижений в своем техническом перевооружении. Совсем недавно мы с вами смотрели эту замечательную машину дробильную, которая уже в эксплуатации практически позволила очистить очень многие территории нашего города. И вот очередной шаг, мне кажется, в нужном направлении. Зима не придет к нам неожиданно, говорят специалисты городской коммунальной службы. Все на чеку, в полной боевой. Под пристальным вниманием опасны участки дорог и городских магистралей. Переезды, мосты, широкие проспекты, где из-за постоянного движения порывистого ветра быстро образуются резяные покровы. Техника к встрече с зимой готова. Поэтому несколько минут и первые автомобили уже в пути. Готовиться мы начали еще с лета. На сегодняшний день 85-90% у нас на линии могут выезжать в любой момент. В дежурной смене находятся 10 единиц пескоразбрасывателей, 4 единицы тракторной плужной, щеточной техники и один погрузчик. Мы уже месяц назад серьезную работу провели. Коэффициент технической готовности на данный момент 100%. Но я думаю, что еще зима впереди. И чтобы не получилось, знаете, как обычно, все готовы к снегу, кроме коммунальников. Поэтому мной поставлена задача быть во всеоружии. Капризы, погоды такие, что в любой момент можно ожидать чего угодно. Улучшать и увеличивать материально-техническую базу коммунальных служб будут и в дальнейшем. Мы и дальше будем продолжать техническое переоружение. Конечно, и это должно казаться снегоуборочной нашей техники. Она уже морально и физически устарела. Нам надо выходить с учетом активного дорожного строительства на покупку хорошей снегоуборочной техники. И большой, и малой. И войти в каждый двор средствами малой механизации – это тоже один из приоритетов в контексте подготовки города к Тащелесию. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Алгоритм действий по выявлению опасной и несоответствующей требованиям продукции разрабатывается на Брещене. Занимается вопросом специальная комиссия, в состав которой входят представители руководства областного исполнительного комитета, его управлений, а также иных организаций и ведомств, контролирующих в числе прочего качество товаров. На текущей неделе состоялось очередное координационное совещание, посвященное данной теме. Подробности в материале Анастасии Стропко. Качество товаров – вопрос серьезный в первую очередь, потому что касается безопасности жизни и здоровья людей. Если с отечественной продукцией в деле контроля проще, до того, как попасть в магазин, она может пройти не одну проверку, как внутреннюю на предприятии, так и вне его, то с импортом вопрос иной. Далеко не все поставщики относятся к делу добросовестно. Проверки показывают высокий уровень нарушений. Приблизительно в 74% проверок выявлено нарушение тех или иных нормативов технических регламентов Таможенного союза. То есть это те товары, которые были сняты с реализации в целом в Республике Беларусь. И это те проверки, которые осуществляются не только в нашей области. Если товар обнаруживается несоответствующий качеству, маркировке и так далее, он информируется в целом через республиканские органы, вся республика, снимается с реализации по всей республике. Конечно, проверки осуществляются в первую очередь там, где уже есть информация о тех или иных нарушениях. Недобросовестная конкуренция – еще один из аспектов, который заставляет обратить внимание на качество товаров из-за рубежа. Оснащение большинства наших предприятий имеет уровень, сравнимый с уровнем аналогичных иностранных производств. А значит, и себестоимость товара приблизительно одинакова. Если ввозимый продукт стоит в разы дешевле такого же по заявленным характеристикам отечественного, это нередко говорит о демпинге. Сырье тоже, технология та же, стоимость потребляемых энергоносителей и так далее, она приблизительно одинакова. Либо мы ее знаем, можем всегда рассчитать, и наше предприятие может рассчитать, насколько конкурентоспособно оно на том или ином рынке. И когда мы видим, что сегодня идет явный демпинг товара, это говорит либо о демпинге, который идет с финансовой поддержкой производителя, либо о некачественном товаре, который поставляется на нашу территорию. И в большинстве своих случаев это именно так и происходит. Контролирующие вопросы ведомства, конечно, не дремлют, однако важно проявить активность белорусским производителям. К слову, сегодня такие прецеденты уже есть. Брестский электроламповый завод проверил импортную продукцию, аналогичную собственной, на соответствие заявленным требованиям, и выявил ряд нарушений. В настоящее время вопросом занимается госстандарт. Если его эксперты подтвердят выводы брестских специалистов, то реализацию данной продукции запретят. Уведомление о данном факте получат и партнеры по таможенному союзу. Похожую работу сегодня проводит и Брестский чулочный комбинат. Сегодня все больше и больше предприятия, защищая свой рынок, как внутри республики, так и на таможенной территории, они относятся к этому с большим пониманием, с большей ответственностью. И вот эти совещания, которые мы проводим здесь, с приглашением заинтересованных, в том числе и предприятия-производителей, дают свой эффект и дают свой результат. Алгоритм действий по выявлению опасной и несоответствующей требованиям продукции сегодня находится в стадии апробации и доработки. Специалисты готовы внести в него коррективы. Пока же, согласно документу, именно в рамках совещаний специальной комиссии будут рассматриваться факты обнаружения юридическими и физическими лицами некачественных импортных товаров. Участники мероприятия выразили надежду на то, что в данном направлении возрастет активность предприятий, и особенно в части непищевой продукции. И дело здесь не только и не столько в защите собственного рынка, что в принципе характерно для любой страны и нормально, сколько в части предупреждения о появлении на прилавках продукции, не отмеченной качеством. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Работа учреждений дошкольного и среднего образования в городе Бресте не перестает быть актуальной темой. Условия, в которых воспитываются и обучаются дети и подростки, возможности, предоставляемые для их эффективного развития и становления как личности, среди приоритетных задач местных властей. Ситуация отслеживается регулярно с целью выявления недоработок со стороны руководства учреждений образования, оказания материальной поддержки в случае необходимости. О том, что деятельность местной вертикали власти направлена на улучшение обстановки, красноречиво свидетельствовало плановое выездное заседание администрации Московского района города Бреста. София Бережная расскажет подробнее. Развитие внебюджетной деятельности учреждений образования, подготовка школ и детских садов к наступающему Новому году, работа комиссии по делам несовершеннолетних, все эти актуальные вопросы обсудили представители Московской администрации вместе с педагогами и руководящим составом учебных заведений. А для того, чтобы картина была ясна, наглядна и поучительна для других, выбрали для посещения два объекта. В центре внимания оказались Яслисад номер 73, а также средняя школа номер 1. Молодые учреждения образования сегодня активно развиваются. Хочется дать прежде всего оценку руководителям, которые, вот мы в школе номер 1 и Яслисад 73, конечно, хорошую положительную оценку дать по работе, по внебюджетной деятельности, потому что они смогли нарастить объемы и увеличить вот за последних буквально несколько лет в разы. Что касается остальных учреждений образования, они должны сегодня, руководители, посмотреть как пример, как надо зарабатывать деньги и что можно зарабатывать деньги. С момента открытия Яслисады четыре года назад и первая школа с трехлетней истории. В их стенах произошли существенные изменения. Учреждения дошкольного образования процветают. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания детей. Обустроены игровые классы, спальни, музыкальные и спортивные залы. Театральный уголок оборудованный по последнему слову техники пищеблок, который претерпел преобразование ввиду значительного пополнения Яслисадом детьми. И это далеко не все. Создать такой уют активно помогали родителям, педагоги. Значительную роль в деле сыграла внебюджетная деятельность. Материальные средства, за которые были приобретены необходимые для детей вещи и оборудование, заработаны посредством сдачи в аренду некоторых помещений дошкольного учреждения, а также дополнительным платным услугам. Дополнительные образовательные услуги существуют в дошкольном учреждении. Это обучение детей английскому языку, кружок ткачества. В этом году мы организовывали адаптационную площадку, где родителям молодым мамам было предложено, как адаптировать легко в детский сад и как вообще общаться с малышами. Многие мамы иногда теряются, и кризис трех лет все-таки поджидает каждую молодую маму. И была оказана такая помощь на платные услуги. Родители, в общем-то, откликались, приходили в наше дошкольное учреждение, и мы сняли проблемы адаптации. Собрано было 31 миллион благодаря дополнительным образовательным услугам. Кстати, наши родители, сотрудники и дети принимали участие в сборе металлолома, в акции в сборе макулатуры квартально. Зал у нас преподаватель хореографической школы, в аренду хореографии занимается, в определенное время приходит сюда. Больше 40 детей развивают свои способности, но родители с удовольствием присутствуют. Просторная первая школа гостеприимно раскрывает свои двери. Руководство учреждения вместе с педагогическим и ученическим коллективом делают все возможное, чтобы учебное заведение максимально располагало к обучению и приятному времяпрепровождению в перерывах между занятиями. Директор, проводя экскурсию, рассказывает о новом уголке Олимпийском. Пройти мимо не представляется возможным, а ведь каждое из приобретений требует финансовых вложений. Мы действительно зарабатываем деньги, зарабатываем оказанием платных образовательных услуг, мы сдаем в аренду помещение, но сдаем в аренду помещение именно спортивной направленности, там, где идет работа с детьми. Мы собираем вторичное сырье, нам оказывается безвозмездная помощь и услуги различными учреждениями, организациями, фондами, поскольку у нас учатся дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. Зарабатываем много. За этот год, за 10 месяцев, вот с 2016 года, мы заработали, ну, где-то в районе 350, если говорить старыми деньгами, миллионов рублей. Не сложно представить, как много необходимо на обеспечении и поддержании благоприятных условий для обучения. Новое дорогое оборудование первой школы требует и ухода, причем не дешевого. Как пример, современный спортивный зал, и ведь это не один из объектов, нуждающихся в контроле. Сегодня в Брестской школе обучаются 1554 человека, 15 из них дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Учреждение активно развивается, для реализации новых планов нужны средства. Благодаря поддержке городских и областных властей в этом году удалось создать в Брестских садах 700 дополнительных мест. Высокие показатели достигнуты в развитии внебюджетной деятельности. В сравнении с прошлым годом прибыль возросла в полтора раза. Заработные средства существенно улучшили материально-техническую базу учреждений. За счет них были произведены ремонты и закупка оборудования. Эти вопросы наравне с другими обсудили участники выездного заседания. Рассмотрим вопросы подготовки московского района к Новому году, потому что мы хотим в этом году сделать его еще ярче, привлекательнее и красивее, чтобы у нас было праздничное настроение. У нас будет установлено 9 основных елок по московскому району. Мы также привлечем все субъекты хозяйств, для того, чтобы мы подсветились в хорошем понимании смысла слова, чтобы было ярко и красиво. Также будет рассмотрено третьим вопросом, это о работе комиссии по делам несовершеннолетних. Мы в этом году неплохо сработали. У нас сокращено количество преступлений несовершеннолетними детками, потому что на территории московского района более 48 тысяч детей несовершеннолетних. София Бережная, Дорт Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Ну вот и все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании буктв.бай, а также на нашем канале в YouTube. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 20 ноября погоду в основном будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, перемещающиеся с юго-запада Европы. В областном центре выходной день будет отмечен сплошной облачностью. Ночью и утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный порывистый утром и вечером до сильного. Температура воздуха минимальная ночью плюс 6-8, максимальная днем 9 градусов выше нуля. 21 ноября ночью сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта. Днем республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. В Бресте синоптики прогнозируют ясный день без осадков. Ожидается слабый гололед на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 5-7, со знаком плюс до 10 градусов прогреется воздух в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова